Продолжение следует... ...средств подвижных объектов от поражения. Специальная лекция по защите подвижных объектов от поражения. Значит, к последующему плану. План какой? Во-первых, какие бывают средства? Это средства пухопутные, воздушные и морские. Это объекты, естественно, пухопутные. Это транспорт. Всякие разные. Гражданские, гражданские, гражданские. Также и воздушные суда, лайнеры, малые летательные средства. Ну, а также быстро-скоростные средства, которые могут быть даже космические. И морские объекты. Это как надводные, так и подводные. Бустроходные, тихоходные, транспортные суда. Всевозможные морские средства. Вот, начнем с первого вопроса. Какие могут быть мыслимые нами средства защиты сухопутных объектов? Ну, наземных, так говорится, объектов, которые двигаются по земле. Ну, во-первых, имеются дымогенераторы. Большое, разнообразное количество этих дымогенераторов. Которые образуют дымы. И в этом дыме можно средства спрятать. Вот поражение боевыми всякими случаями. Дальше. Скоростное вооружение. То есть, это пулеметы. Быстрострельные, быстродействующие пулеметы. И также другие быстрострельные средства. Например, огнеметы направленного действия. Дальше. Если объект представляет собой, он или наземный, или подвижный, то на нем могут стоять и антиракеты. То есть, от ракетных поражений антиракеты заправляются противодействовать неподвижению. Там же имеется активная кумулятивная защита. Ну, мы видим это на танках. Сегодня в СИИ. Например, в СИИ. На танках стоит активная защита. Если заряд гранатомета долетает до этого танка, то защита спасает от поражения достаточно эффективно. То есть, танк уже может не 15 минут ехать, а 20 минут по полю боя до поражения. Дальше. Плазмогенераторы. То есть, можно защититься плазменными генераторами, которые создают плазмы в районе того направления, которое с опасного направления. Создают в этом направлении плазменные регистрики. лазерное вооружение. Ну, мы знаем сегодня, как хулиганы, допустим, даже лазерными указками такие трудности создают летчикам при посадке самолетов. Ну, представьте, что если бы у них ни одна указка была в отцове связка этих указок, то, так говорится, можно осветить оптическую залудку с анонимедименной, если она оптическая. В этом диапазоне, в этом диапазоне, в этом диапазоне. Диапазоне получения этих указок. Дальше. Воздушные возразделения. Например. Это маскировка всевозможных объектов. Это маскирующие сети, маскирующие посылки. Достаточно эффективные средства. Они позволяют наблюдению из космоса и безпроводников устранить. Можно будет спрятаться в какой-то свой объек. широко используются. Вот это такие, которые на первый взгляд пришли в средства защиты сухопутных объектов. Средства защиты воздушных объектов. Это также, в первую очередь, демогенераторы. Ну и еще добавляются здесь облака из игру. Если, допустим, на ракете, которая поражает установленную головку самонаведения, если это диапазон, то распыляются эти игру. Противоракетный маневр. То есть, если самолет маленький, типа стрельбителя, то он может совершить противоракетный маневр. То есть, заранее предупрежденный, он может развернуться. Пусть даже медленно, но расстояние до ракеты пока большое, оно развернется. Поэтому система снижения ракеты, она может дать бой при таком резком развороте лепетирования. Или наоборот, наоборот, наоборот. По струту ракета лепит с очень большой скоростью. Тут для нее совершить резкий поворот равносильно развалится. То есть, она не выдержит этого может поворота резкого, и она может даже развалиться пополам, ну, на несколько частей. От перевозки. Просто от механической перевозки. При повороте. На такой скорости. Дальше. Специальная форма воздушного объекта. И покрытие. Ну, это так же, как вот технология СТИЛС. Технология СТИЛС. Выполнена по идее отечественного российского ученого, который опубликовал работу в свое время в 60-х еще годах по специальной форме отражения от объектов летающих. То есть, соответственно, формируя наклонные плоскости на самолете, можно добиться того, что зондирующий сигнал радиоукционной станции обратно к станции не возвращается, а уходит в нем. Не замечая тем самым этот объект. Ну, плюс еще и покрытие, который поглощается в углу в расходе диапазона, то довольно-таки эффективная защита бывает. Следующий момент. Навигация в облачном море. То есть, если вы летите на самолете и спрятались в облаках, то у вас уже ни космические наблюдения, ни наземные наблюдения не достает. Кроме того, и звук вашего самолета он ослабляется облаками. Но другой вопрос, что о налегации. Ослабляется налегация. Поэтому нужно принимать остальные меры, чтобы в облаках хорошо летать. Теперь, то, что возможно, не используем до настоящего времени, хотя возможность такая есть, современная самолета. Например, истребители. Они заправляются в воздухе с садочкой. Для заправки они выпускают такой шланг, то есть пал. Этот пал соединяется с самолетом-заправчиком и накачивается горячей в этот поселитель. Никто не мешает нам такой же принцип использовать. Наоборот, когда горячей вытекает из этого шланга, и, кроме того, поджигается так же, как у геологи. Поэтому оно перебивает перебивает даже нам эту самую двигатель, температуру двигателя может перебить, и при достаточном средине пала, тепловая, допустим, головка среди, как раз в этот пал не упрется вместо двигателя. Раньше они попадали прямо в двигатель, в соплет, залетали в терапию. то есть сейчас они в этот пал двигаются, поэтому защита достаточно эффективна, особенно при атаке воздух-возу. Ну и с земли также, если маневр плюс этот пал обневой или плазменный, то это очень эффективна будет защита, наряду при комплексном подходе. Дальше антиракеты на самолетах были крупные, могут останавливаться и антиракеты. Сейчас антиракеты имеют очень маленькие гиболеты и имеют они малый вес, поэтому их можно несколько на самолетах установить. Также они наводящиеся и сам наводящиеся. Эффективны даже против этих атакующих ракетах используют. и скоростейные вооружения в принципе если расположить достаточно самолетов и пушек соответствующих то с определенных направлениями можно поражать даже ракеты атакующие ракеты из этого кулината. Вот что касается на ум пришло средства защиты воздушных объектов. Теперь рассмотрим средства защиты морского морских объектов. Ну что касается на земных объектов то тут следует отметить что также дымогенераторы и также иголки от СКЧ и также горячие дымы для защиты от тепловых дымов. Многие люди такие дымы создаются они огромное фактически создают невидимое облако и большие корабли и с ним все даже скрываются и авианошки скрываются в этих дымах которые сами себе ставят. Следует отметить что никто не мешает также использовать всевозможные всевозможные как бы я это называю удочки для ракет атакующих и торпед выставлять в определенных направлениях эти удочки на них соответственно гранаты которые нейтрализуют в таких направлениях атаку ну и для подводных конечно можно очень хорошей имитацией звуковую работу самой подводной лодки если также на фалах установить эти имитаторы звуковые то фактически вместо лодки мы попадем в этот поверхность этого фала в динамик который планирует этот пультовой шум подводный вот такие такие имеются в литературе описаны эти средства но некоторые могут быть недостаточно хорошо описаны только здесь предложено может быть даже впервые некоторые моменты что касается удочи фалов это не было до сих пор в настоящее время с нами просто предлагают ну и в завершении данной короткой лекции мы рассмотрим саму вот проблематику и историю защиты от СВЧ головы церновидения от СВЧ как она еще раздевалась ну известно что сантиметровые радиолокаторы в Англии были во время войны построены это радиолокаторы серии фут РЛС и они хорошо замечали немецкие самолеты вот и немцы для защиты для прикрытия этих самолетов вот разработали разбрасывать эти пачки этих иголок для того чтобы отвлечь внимание этих радиолок самолетов это были иголки полуволновые но если вот фут работал на линии волн например на 3 сантиметра то иголки были примерно полтора сантиметра но их было миллионы этих иголок они в пачках разбрасываются а потом подвесил воздух они разметались вот здесь приведен краткий алгоритм расчета эффективной поверхности растения одной иголки вот он как выглядит этот алгоритм сейчас попытаюсь показать в начале рассчитываются 4 улицы альфа 1 штрих альфа 1 2 штрих альфа 1 штрих бета 1 2 штрих альфа рассчитываются они по книге жук молочков проектирования антеннных ядерных устройств москва энергии 66 используем например такое аппроксинирующее выражение которое здесь приведено и дает от x это l на лямбда переменная зависит от длины иголки l длина иголки лямбда длина волны ну а y это соответственно одна из этих функций вот по программе по простейшей которая дается для машины по программе эврика исходя из этих графиков были рассчитаны эти коэффициенты вот достаточно их поставить в пульс и мы получим альфа 1 штрих альфа 1 2 штрих альфа 1 штрих альфа 1 2 штрих далее эти два эти коэффициенты подставляются в коэффициенты альфа 1 бета 1 то есть находим эти коэффициенты как комплекс увеличения и это поле из него единицы далее находим распределение тока и от z вдоль этой иголки здесь та это волновой число 2 пина лямбда и омега большой это параметр иголки и завися от ее тракт а дальше мы нормируем этот ток максимум и ненормированный получаем ответ и в дальнейшем что мы производим рассчитываем в итоге раз ток у нас распределение тока по иголке и весе то мы определяем далее диаграмму направленности dm да вот dm верхняя формула f от f это угол наблюдения дальше tmd рассчитываем по второй формуле сэффициентно направленное действие этой иголки d2 деленный интеграл от 0 до пи f от t в квадрате по d t ну и в завершении tpr эффективное поверхность рассчитывания по известной форме λ по полуле в квадрате на tmd деленный на пи далее используем статистику распределение этих иголок в пространстве и принцип суперпозиции и находим tpr для всего этого облака но это уже проблема более сложная конечно но тоже тоже решаем хотя можно надо современный нвр позволяет по миллиону иголок все это просуммировать с учетом разной ориентации даже каждой из этих иголок это в общем-то при современном быстродействии не такая большая проблема хотя проще всего экспериментально обычно допустим небольшой пучок берут этих иголок там где может быть тысяча штук разбрасывать их по ветру как придется и с помощью измерительной измерительной РЛС мы измеряем поверхность РФ вот данного данного как видим вот защита даже вот это исторически самое старое можно сказать защита она довольно сложная проблема даже касаемо изготовления этих иголок и их места надо же их очень много и они если металлические то они имеют большой вес значит надо их таким образом структурировать эти иголки так чтобы так чтобы оптимизировать их общий вес потому что они на подвижном объекте располагаются их надо очень много вот на этом примере я рассматриваю разные варианты мы на этом и закончим рассмотрение наше и понимая теперь эту проблематику если мы занимаемся данным направлением то мы можем использовать тот багаж который уже накоплен несколько поколений по крайней мере тремя поколениями четырьмя поколениями да